Я Пол Хартер, детектив. Работаю уже около двух лет на бюро по борьбе с паранормальными явлениями. Моя классификация – призраки. В наше время до сих пор существуют люди, которые не верят в призраков, смеясь над тем, чем я занимаюсь. Но мнение таких людей меняется, когда они сталкиваются с паранормальными явлениями и зовут на помощь меня. Это высокооплачиваемая работа, потому что мало кому хочется иметь дело с тем, что очень сложно объяснить. Больше всего в нашем бюро получают истребители призраков. У них самый большой риск для жизни. Они уничтожают призраков. Я получаю меньше, потому что не так сильно рискую. Моя задача – прибыть по заявке и установить, присутствует ли призрак на месте, или это очередной псих, который попусту тратит мое время. Если присутствие призрака подтверждается, я передаю истребителям эту информацию, указывая тип призрака, комнату его обитания, повадки, слабые и сильные стороны. Почему я не найду себе нормальную работу? Наверное, со мной что-то не так. Очередной заказ, очередной дом. Что же меня ждет на этот раз? Надо подготовиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то скрипнуло. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь слишком тепло. Здесь тоже. Что это? Чей-то череп? Странно. Но надо будет забрать его с собой, чтобы изучить. тоже не то черт это явно не ложный вызов стоит проверить коридор здесь очень странная температура да кто там ходит главное чтобы входная дверь оставалась открытой подвал стоп это здесь нет это не гараж допустим а призрак проявляет активность с моим рассудком все еще в порядке термометр мне больше не нужен соль тоже стоит взять блокнот и фотоаппарат где лежал череп он хочет пошутить надо мной это пригодится какой же он громкий он наступил в соль а а а а а а а Хочу посмотреть что происходит в этой комнате. Субтитры добавил DimaTorzok Записи в блокноте. Это первая улика. Черт! Главное вести себя тихо. Главное вести себя. Главное вести себя тихо. Главное вести себя тихо. Главное вести себя тихо. Главное вести себя тихо. Главное что он вообще хоть что то написал. не понял что с фотоаппаратом может попробовать другой он тоже сломан черт но не мог же призрак зайти фургон 3 тоже не работает ладно в любом случае я заберу блокнот с собой до сих пор непонятно что это за призрак стоит посмотреть видеокамера есть призрачный огонек это вторая улика да он действительно есть мара либо ревенант посмотрим для мары нужен радиоприемник для ревенанта минусовая температура но с ней вроде все в порядке попробую радиоприемник ты меня слышишь ты здесь дай мне знак ты меня слышишь поговори со мной появись черт атаки нет появись покажи себя не работает надо измерить температуру мне становится хуже мне становится хуже камера по-прежнему не работает блин 9 и 3 5 и 6 4 11 и 0 6 и 6 6, 7 и 9, тогда я не понимаю. Справочник не может врать. Попробую снова радиоприемник. У меня не остается выбора. Дай мне знак. Да, это Мара. Хорошо, что я везде включил свет. Она нападает в темноте. Третье доказательство есть. Бюро хотят от меня, чтобы призрак затушил горящую свечу. Разве доказательств недостаточно? Сделаю это как можно скорее. Третье доказательств недостаточно. 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 Я думаю стоит уйти и посмотреть через видеокамеры. Да. Свеча потухла. Задание выполнено. Я свою работу выполнил. Можно отправляться домой. Продолжение следует.